обувь автомобильная для горок городских менеджер по продаже автошина дреназаров расскажет и покажет какая резина выручит москвичей межсезонье осмотрится наша инструкция по применению колес по применению резины андрей доброе утро доброе утро спасибо что приехал к нам приехал ты к нам еще на летней резине да а когда поменяешь ты поменяешь на шиповную или не шиповную лично я поменяю на шиповную но война автолюбителей между сторонниками шипованных и не шипованных шин не заканчивается разногласий много вот попробуем их и развеять а вот шиповные и не шиповные не знаю там как технические характеристики до тормозной путь насколько у не шипованный скорее всего больше на тормозной путь чем чем вот такой резины с шипами как ни странно могу отметить следующее что на сухом мокром асфальте разница в тормозном пути между шипованной и не шипованной шиной практически не существует но на обледенелых поверхностях разница становится гораздо более заметной ага ну имеется ввиду что в пользу конечно шипованный да да разумеется а по асфальту мы не будем вот это сказал мы не будем на ней скользить как нет существует расхожее мнение что шипованные шины скользят на асфальте это не так они тормозить будут чуть чуть похуже они будут изрядно шуметь но не более того на что мне обращать внимание когда я буду выбирать я вот принял решение без шипов беру и дальше к чему я приглядываюсь как это но если вы обратите внимание на поверхности протектора есть большое количество таких маленьких вот небольших вот этих направленных а вот маленьких да 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 вот в каждой шашке протектора есть по несколько разрезов это ламели собственно говоря благодаря которым не шипованные шины и тормозят на льду и на плотно накатанном снегу при этом следует отметить что если у шин этих ламелей много это говорит о том что это зимняя не шипованная шина скандинавского типа и как раз именно такой тип не шипованных шин для нашего климата наиболее подходящим является если этих ламелей не так много то это шины европейского типа климата ну и в наших условиях их использовать конечно можно но больше они подходят для климата краснодара или сочи у нас здесь стоит в соте две шины с направленным рисунком да да это обе направленные шина нам нам широкой аудитории следует покупать все-таки такие шины с направленным рисунком или асиметричные и оси да да другой вариант рисунка это асимметричные здесь на самом деле есть сильные слабые стороны и у того и у другого рисунка направленные лучше разгребают снежную кашу лучше выводят воду из пятна контакта но при этом они издают более сильный шум асимметричные шины обеспечивают более равномерное распределение давления в пятне контакта благодаря чему можно позволить себе более рискованные маневры на чистом сухом асфальте но при этом на заснеженных дорогах на дорогах со снежной кашей нужно себя вести на них конечно поаккуратнее скажи пожалуйста а как-то особенно ухаживать или не знаю там заботиться о зимней резине на той же самой летней надо ли как-то вот к ней иметь особенный подход да безусловно помимо специальных условий хранения которые необходимо обеспечить для шин в данное время я бы хотел особое внимание уделить автолюбителей на то что новые зимние шипованные шины необходимо в обязательном порядке обкатывать обкатывать это да это в первую тысячу километрах на них нужно передвигаться в щадящих условиях то есть со скоростями не выше 60 70 километров в час избегая интенсивных разгонов и экстренных торможений то есть только именно это будет залогом того что шипы прослужат верой и правдой весь срок эксплуатации и не будут вылетать иначе вы останетесь без шипов в принципе вести также как с обкаткой двигателя но по большому счету большому счету да ну что же спасибо огромное за дельные советы я думаю что мы ими воспользуемся в ближайшую снежную зиму спасибо спасибо вам